Всем привет, в эфире CG News от Смирнов Сколл. В этом выпуске мы вновь поделимся с вами самыми громкими новостями из мира геймдева и CG. За эти две недели произошло много интересного, так что перейдем сразу к делу. И да, мой вам совет, не спите под вентилятором, простынете. Спешим сообщить о двух крупных обновлениях программного обеспечения для художников. Речь пойдет о Крита 4.2.0 и Maya 2019.1. В новой версии Maya 2019.1 были улучшены настройки рендера и редактора освещения. Среди прочих изменений нас особенно радует доработка булевых операций. Возможно, нам больше не придется постоянно править сетку после применения функции меню буллин. В индустрии железа тоже есть чем порадовать. Компания Dell выпустила Canvas, специальный 27-дюймовый монитор с сенсорным управлением для художников. Монитор будет работать со стилусом, то есть, по сути, станет альтернативой графическому планшету. В мире искусства также случилось много интересного. Архитектурные бюро из разных стран предложили множество проектов по восстановлению сгоревшего шпиля Савора Нотр-Дам. Среди работ были и стометровые языки пламени, и призрачный шпиль, будто из крусталя, и даже башня, похожая на космический корабль. Однако Сенат Франции проигнорировал новые идеи и проголосовал за то, чтобы восстановленный шпиль был максимально похож на оригинальный. Музей Леопольда города Вена устроил необычную акцию для авиапассажиров. По прилету в терминал, прямо на ленте доставки багажа, их встречала картина Эггана Шилли. Ящик с портретом Валли катался по кругу, как забытый чемодан, а для большей достоверности на коробку наклеили все необходимые этикетки. Акция должна была привлечь туристов посетить художественные выставки в Вене. Конечно же, в проделке сотрудников музея участвовала очень качественная копия, а настоящий шедевр остался под охраной в музее. Пока гости города Вены удивляются арт-шалостям, CG-технологии также не стоят на месте. Компания Electronic Arts представила технологию визуализации волос на базе игрового движка Frostbite. Благодаря новым алгоритмам волосы реалистично окрашиваются, сохраняют объем и пигментацию. Алгоритмы даже учитывают преломление света при рендере в реальном времени. У нашей школы тоже есть свои новости. Хотим показать вам невероятно крутую работу Анны Горской, выпускницы курса Concept Art Personages. Вот что Анна говорит о курсе. Лекции Ивана были очень полезными, структурированными и емкими. Но что еще важнее, такими же были и фидбэки от куратора. В нашей группе им был Илья Бадайкин, который проводил с нами по много часов каждую неделю, подробно разбирая домашние задания каждого студента, даже если мы все совершали одинаковые ошибки. Бонусом он показывал нам всяческие фотошопские фишечки и иногда даже увлекался оверпейнтами. И на закуску самое сладкое, классные трейлеры. Недавно компания Sony представила трейлер игры Death Stranding, а также серию постеров с основными персонажами игры. Главные роли в них исполняют знаменитые актеры и режиссеры. Норман Ридус, Матс Миккельстон, Гильермо Дель Торо, Николас Рефан, Лео Сейду и Трой Бейкер. Буквально за сутки после выхода видеоролик получил невероятную популярность и несколько миллионов просмотров. На Е3 также показали трейлер новой игры Elden Ring от создателей серии Dark Souls компании From Software. Об игре еще мало известно, однако титры в ролике сообщают, что в ее основу ляжет мир от Хаяо Миядзаки и Джорджа Мартина. Невероятно интересно, что могут создать эти две легенды, объединив силы. На этом пока все. Скоро мы снова вернемся к вам с самыми интересными новостями из мира CG. Тем временем просим вас рассказать, что вам понравилось, а что нет. И какая новость заинтересовала лично вас. Хотели бы вы себе такой же классный монитор, как у Dell? Радуют ли вас обновления Майя? Выхода какой игры вы ждете больше всего? А может быть мы что-то упустили? Пишите в комментариях. Также хотим поздравить победителя конкурса названий. Самый емкий и простой вариант предложил Влад Лермонтов. Мы скоро свяжемся с ним. А всем большое спасибо за участие. Мы с удовольствием и удивлением изучали ваши варианты. Было так много креативных и забавных идей, что мы с большим трудом смогли сделать выбор. А еще не забывай ставить лайк и делиться видео с теми, кому оно может быть интересно. Увидимся через неделю-другую. Субтитры сделал DimaTorzok